Однажды я хотел купить Дикис, пошел в магазин, а потом вспомнил, что у меня денег нет. Какой же я бедняк и лузер. Все плохо, до чего эту страну довели. Привет, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров, и вновь мы приветствуем вас на страницах видеоканала Squatboard Shop. Ровно 98-й раз сегодня, как я правильно произнес это название. Поаплодируем мне, друзья! Сегодня нас ждет небольшой, хотя не такой уж небольшой, практически в 100 лет глубиной, исторический экскурс в историю бренда Дикис. Не переключайте ваши YouTube-каналы. Итак, 1922 год. Два друга, Уильямсон и Дики, по прозвищу Полковник, решают открыть компанию по производству строительных комбинезонов. Надо сказать, что это было их не первое совместное мероприятие. До этого они пытались продавать самосвалы, какие-то косилки для фермеров. Но решили, что это все есть, а вот нормальных комбезов для фермеров реально практически никто не делает. И они начинают эти самые комбинезоны шить. Комбинезоны становятся популярными, и компания начинает расти. Тем более, что время было благодатное. Помните, мы рассказывали вам про Бетти Буб, про депрессию, которая была в Штатах? Вот это как раз было время перед депрессией, ревущей 20-й. Экономика на подъеме, делай что хочешь. Ребята прекрасно понимали, что это все будет не вечно, и поэтому взялись за серьезное развитие бренда. Можно сказать, его становление. Поэтому, когда ударила депрессия, великая депрессия в Штатах, экономика пошла вниз. Да, как бы развитие бренда начало идти уже не семимильными шагами, но чуть-чуть помедленнее. Однако, оно все равно было. Бренд рос. Он делал комбинезоны. Они, конечно, не совсем похожи на вот эту современную версию комбинезона. Но более-менее она сохранилась. Кстати, вот то, что я сейчас держу в руках, это, наверное, один из бестселлеров компании Дикис. Позже к нему придем. Благодатные годы пришлись на годы не самые благодатные как для страны Соединенные Штаты, так вообще и для всего мира. А это была Вторая мировая война. Тогда Дикис получили заказ на производство военной формы. И львиная часть всей военной формы, в которую тогда одевались американские солдаты, выпускалась компанией Дикис. Это был очень хороший момент как по деньгам, так как государственные заказы – это всегда деньги. Привет ушедшему в отставку правительству. Компания этим деньгами очень хорошо распределилась. Начало и дальше развивать новые продукты в 50-х, в 60-х годах. Дикис поняли, что есть не только рабочие, поэтому давайте делать не только рабочую спецодежду, но и, может быть, какие-то повседневные брюки. В принципе, они настолько интересные и удобные, простые, недорогие брюки делали, что в 50-х годах в одном из фильмов с Марлоном Брандо «From Here to Eternity» вроде назывался этот фильм, он тоже был в брюках Дикис. В 60-х годах Дикис делали очень большое количество брюк для студентов, как они сами их позиционировали. То есть, типа, раньше мы увидели нас на стройплощадках, теперь Дикис будет и в кампусах. Помимо этого, началось производство каких-то более серьезных, более сложных моделей для рабочих, началось производство формы для врачей. К слову, компания пыталась действительно практически весь спектр рабочих профессий себе заполучить. В конце 60-х годов, в начале 70-х Дикис начало работать, ну, то есть, долго думали, мы вроде все умеем, мы делаем одежду. Которая действительно очень удобная. Мы все время общаемся с людьми, которые ее носят. Она действительно хорошо сшита. Что бы сделать еще? Давайте сделаем ее более долговечной. Так как времена как раз 50-х, 60-х и начало 70-х годов совпали с развитием пластиковой индустрии, с появлением такой вещи, как полиэстер, Дикис начало использовать ткань, где было 75% полиэстера, 65% полиэстера и 35% хлопка. И эта ткань получилась очень долговечная. Вообще, честно скажу, что мне самому Дикис безумно нравится. И в свое время я купил первый раз, ну, потому что в Дикис носились люди из субкультуры, об этом мы тоже расскажем. Ну, так вот, штаны, которые я купил, пока я учился в школе, на минуточку, это было больше 20 лет назад, наверное, 25 лет назад. Они до сих пор у меня есть на даче, и они абсолютно, как бы, в рабочем состоянии. Да, они очень сильно потерлись, да, там они, может, немножко выцвели свет, но это те же самые штаны. И, то есть, ткань, которую открыли в 70-х годах, она действительно была очень популярная. В принципе, это были похожие вот на эти штаны с тканью, которая дошла и до наших дней. И у них был еще такой замечательный момент, как стрелка. Считается, что Дикизы не нужно гладить, у них все время есть вот эта вот стрелка, которая даже после того, как вы постираете штаны, она все равно в каком-то виде остается. Плюс, я говорю, что по долговечности этих штанов, ну, наверное, не знаю, это даже больше, чем штаны за 40 гривен известные. Твою мать, за 40 гривен штаны, блядь! Это действительно очень и очень долговечная и удобная ткань. И именно поэтому ее взяли на вооружение многие субкультуры. Сначала в Лос-Анджелесе в 80-х годах. Как многие латиносы, которые придумали свой стиль чоло, так и просто какие-то молодежные элементы, не самые богатые, знали, что можно пойти в магазин, купить там за очень небольшие деньги очень хорошие брючки Дики с какой-то рубашкой и все это носить. В зависимости от того, в какой банде ты состоял, ты мог купить там рубашку синий-черного цвета или там красно-черного цвета. Ну, с этим про банды, про банды Лос-Анджелеса можно сделать отдельный выпуск. Наверное, как-нибудь мы про это расскажем. Но множественные субкультуры начали поддерживать этот бренд. Более того, что Дикис тоже начал смотреть на субкультуры. И в свое время была даже скейт-команда Дикис. Сейчас скейт Дикис поддерживает в основном в Европе, в своем европейском отделении. В Америке Дикис, да, они продаются, как во многих скейт-магазинах, в скейт-шопах, в скейт-магазинах, но это все-таки остается более такая рабочая одежда. Она реально классная. Это простая базовая одежда, которая очень долговечна, которая очень проста. И, в принципе, из-за того, что она уже больше 100 лет делается с минимальными изменениями, изменения, которые были в базовых моделях, это просто, чтобы сделать их немножко удобнее. Как вот этот комбинезон рабочий, в котором со временем появлялись специальные карманы для линейки, для каких-то там пассатижей. Вот этот вот так называемый хэмер-луп. Помните, когда мы говорили про коллапс и с пэком, тоже его описывали? Это вот изменения, которые просто добавляли функциональности. Но эта одежда, купив которую, ты можешь забыть о покупке штанов на очень долгое время. Но только если они тебе не нададут, то тебе не захочется купить другие. Со временем она становится только лучше. Это реально очень интересная компания, которая производит вещи уже больше, ну, почти 100 лет. И я реально жду, что будет на 100-летний юбилей Дикис. Надеюсь, нас ждет очень много каких-то интересных коллабораций и прочих. Хотя и сегодня очень много вещей, которые представлены в Скотт Бордшоп, которые делает Дикис, они интересны. Заходите, выбирайте, покупайте. Подписывайтесь на наш канал. У нас будет небольшой розыгрыш. И сегодня мы, ребята, щедры. Отвалим вам от сердца одну замечательную футболку серого цвета с логотипом Дикис. И получит ее человек, который оставит самый интересный комментарий про свою вещь Дикис, которая у него либо есть, либо которую он очень хочет купить. Словом, какую-то интересную историю, связанную с Дикис. Не нужно писать простыню на 25 строчек. Можно просто сказать, что, типа, однажды я хотел купить Дикис, пошел в магазин, а потом вспомнил, что у меня денег нет. Какой же я бедняк и лузер. Все плохо. До чего эту страну довели. Скотт Бордшоп, друзья. 102-ое произнесение без ошибок этого термина. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Дмитрий Егоров. И мы обязательно еще увидимся. Дикис!